Уважаемые коллеги! Ассоциация врачей первичного звена Сирано вновь приветствует вас на сайте. Сегодня врачу реализовывать профессиональную потребность учиться стало намного проще, ведь все образовательные возможности, включая конференции, лекции, презентации, статьи, теперь есть прямо у вас дома, на компьютере или смартфоне. Цикл вебинаров для врачей первичного звена Ассоциации Сирано – это уникальная возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не выходя из дома. В 2021 году цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в то же время каждые субботы и воскресенья. В 15.00 начинается курс «Нутрициология», поддерживаемый компанией «Нестле». В 15.30 курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Научный руководитель, профессор кафедры инфекционных болезней Татьяна Александровна Чеботарева. В 16.00 курс «Дентальная имплантация». Его ведут доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16.30 авторский курс «Мини-лекции по кардиологии. Кардиологика». Читает председатель Ассоциации Сирано Власова Надежда Леонидовна. В 17.00 начинается курс «Актуальные вопросы от ориноларингологии». Курс ведут профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. В прошлом полугодии мы провели 9 тематических циклов по 32 вебинара в каждом. Каждые выходные к нам присоединялось более 4000 врачей различных специальностей, которые за свою активность получили более 80 000 кодов НМО. В 17.30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии», научным руководителем которого является заведующий кафедрой неонатологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Андрей Леонидович Заплатников. В 18.00 – курс «Неврология». Научный руководитель курса – профессор Станислав Викторович Мальцев. В 18.30 – курс «Неврология для педиатров». Научный руководитель – профессор Валерий Петрович Зыков. Дорогие доктора, мы благодарим вас за интерес к образовательным мероприятиям, которые разрабатываются специально для вас. В 19.00 – курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии», научными руководителями которого являются профессора Александр Сергеевич Аметов и Ольга Дмитриевна Остроумова. В 19.30 – курс «Избранные вопросы хирургии и урологии». Научный руководитель направления – профессор Юрий Юрьевич Соколов. В 20.00 – начинается курс по педиатрии «Диалоги с профессором», который ведет профессор, заведующая кафедрой педиатрии Ирина Николаевна Захарова. Дорогие доктора, Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии вместе с нами. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefissirano.ru До встречи! Глубоко уважаемые коллеги, в государственной системе подготовки медицинских кадров основное место занимает качество ее. Потому что от того, как подготовлен врач, будет зависеть качество оказания медицинской помощи и безопасность медицинской помощи. Это обеспечит здоровье нашего населения, и, если говорить так уже глобально, то в определенной мере обеспечивает и безопасность нашей страны. Традиционным партнером Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования в области организации образовательных мероприятий в системе НМО является Ассоциация врачей первичного звена «Сирано». И мы выражаем глубокую благодарность этой организации за поддержку. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, понимая, что все новое всегда вызывает опасения, трудности, заранее подготовила целую серию таких мероприятий, которые позволят более легко, комфортно практикующим врачам войти в новую систему профессионального допуска. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Тема сегодняшней лекции – это повреждение пальцев кисти у детей. И, как говорил классик, эта тема всегда будет актуальна. Кисть, особенно детская кисть – это уникальный биологический механизм, потому что здесь представлены и костные структуры, значит, мы будем бороться с переломами. Здесь будут и тонкие анатомические структуры, это сухожилия, сосудистонервные пучки. И, кроме того, довольно мало мягких тканей и дефекты мягких тканей будут тоже вызывать проблему. Классификаций повреждений кисти довольно много. Самые частые повреждения – это повреждения ногтевых фаланг. Связано это с тем, что у детей это самый рабочий механизм, и дети стараются засунуть их везде, где возможно. Надо сказать, что обстоятельства травмы у взрослых в основном – это производственные, естественно, потому что взрослые большую часть времени проводят на работе, значит, это будут циркулярные пилы, станки, прессы и так далее и тому подобное. У детей обстоятельства травмы в первую очередь – это бытовые. И на первом месте – это металлические двери, которыми дети причемляют себе пальцы. Таким образом, на первом месте у нас – это повреждения ногтевых фаланг пальцев. Именно от удара тупым предметом, как правило, это дверь. Итак, американская классификация. Вы видите три типа повреждения. Это строго поперечный, преимущественно тыльный и преимущественно ладонный. Почему создатели классификации заостряют внимание на тыльном и на ладонном? Да потому что при ладонном повреждении больше страдает мягкая часть подушечка пальца, мягкие ткани. И в первую очередь при таком повреждении будет страдать функция. Потому что грубый рубец или дефект тканей на ладонной поверхности будет влиять на функцию пальца. Соответственно, ребенок не сможет нажимать кнопки, не будет брать тонкие предметы. Преимущественно тыльное повреждение будет страдать косметика, потому что при этом повреждении ребенок лишается ногтевой пластины. А это в первую очередь косметический дефект. В основном, конечно, это для девочек. Существует классификация немецкая. Обратите внимание, три типа повреждения. Другой рисунок, другой источник. Но виды повреждения такие же. Тоже первый тип – это поперечный, преимущественно тыльный и преимущественно ладонный. Наибольшее распространение получила классификация алиновская. Алина здесь уже по глубине повреждения, вы видите, и тоже по направлению. Поперечный, тыльный, ладонный и глубина повреждения. В нашей клинике с 70-х годов пользуются спросом классификация Киселева-Самайловича, которая была опубликована в журнале «Хирургия». И здесь вы видите подчеркнутые четыре вида повреждений. Сейчас мы их проговорим. Первый уровень – это только мягкие ткани. Причем первый А – это поверхностные раны и ссадины. Первый Б – это глубокие раны, может быть, даже с дефектами тканей, но до кости. Второй уровень – это уже открытые повреждения с повреждением кости. То есть это открытые переломы. И третий уровень – это открытые переломы с повреждением ногтевой матрицы. И четвертый уровень практически проходит или по зоне роста, или по уровню межфалангового сустава. Фактически это потеря фаланги. В зависимости от уровня повреждений по этой классификации мы выбираем метод лечения. При первом уровне, конечно, это консервативное лечение. И при втором у младших детей, младшей разрастной группы, до 7 лет условно, мы можем применить ликопластырные швы и мазевые повязки. Регенераторные возможности у маленьких детей на кончиках пальцев очень велики. Это связано с тем, что эти структуры гиперваскулиризированы, гиперэннервированы, поэтому заживает все очень хорошо. И каких-то пластических приемов здесь не требуется. В течение 10, 12, 14 дней под ликопластырными швами такие раны блестяще заживают. Сейчас на рынке представлены специальные стрипы стерильные для наложения ликопластырных швов. Но можно пользоваться обычным ликопластырем, нарезая его тонкими полосками шириной 2-3 мм. И вот таким вот образом стягивая раневую поверхность. При более тяжелых повреждениях и у старших детей, у которых уже нет надежды на регенераторные возможности, можно использовать какие-то пластические приемы для укрытия этих дефектов. Как правило, при таких ушибленных ранах кость выстоит за края мягких тканей. И наша задача не укоротить кость, а наоборот на нее нарастить мягкие ткани, для того, чтобы не было укорочения фаланги, для того, чтобы сохранить длину фаланги. Кроме того, необходимо помнить, что в отличие от взрослых коллег, мы не можем просто зашить торец кости, потому что в дальнейшем фаланга будет расти. Зона роста сохранена у ребенка, фаланга будет расти, и если в торце ногтевой фаланги будет рубец, рано или поздно кость упрется в этот рубец и перфорирует его. Поэтому мы должны на кончике пальца сформировать полноценные мягкие ткани, которые будут растягиваться пропорционально росту пальчиков. Какие пластические приемы нам доступны? Мы можем использовать пальцевой анастомоз или кросспластику, пересадив лоскут соседнего пальца. Это без микрохирургической техники, достаточно простые лоскуты. То есть на соседнем пальце мы выкраиваем лоскут на широком основании, откидываем крышечку и к этому лоскуту подшиваем палец поврежденной поверхностью. Дефект донорской зоны мы укрываем расщепленным кожным лоскутом, взятым с любого участка тела. Удобнее всего взять из кожной складки в области лучезапясного состава на этой же конечности. В таком положении ребенок ходит три недели, через три недели мы его приглашаем на второй этап операции, просто отсекаем лоскут от основания. Лоскут должен в себя включать кожу под кожную клетчатку, и за счет этой подкожной клетчатки лоскут питается три недели. И за три недели он полностью прирастает на новом месте, устраняя таким образом дефект. Второй вариант кросспластики – это с ладонной поверхности можно взять лоскут. Также три недели ребенок ходит с подшитым пальцем, через три недели мы отсекаем просто от места прикрепления. Обе пластики достаточно простые, но требуют двухэтапности, то есть вам приходится обрекать ребенка через три недели на повторную операцию. Какие-то простые раны, даже циркулярные, не требуют пластических приемов, если сохранено кровоснабжение. Вот здесь вы видите такое впечатление, что есть травматическое очленение, однако кончик пальца держится на сосудистой ножке, и здесь достаточно тщательно ушить эту рану, совместить все края, чтобы не было перекоса. Вот еще один пример. Тоже такое впечатление, что палец оторван, однако кровоснабжение сохранено, поэтому достаточно просто такой пальчик пришить. А вот здесь вот уже ушибленный ран с дефектом ткани, вы видите, довольно массивное размножение. И выполняется пальцевой аностомоз, то есть поврежденный палец подшивается к соседнему. Вот лоскут на широком основании. Дефект донорской зоны устранен расщепленным кожным лоскутом, и палец подшивается к соседнему пальцу. В таком положении ребенок ходит три недели, поскольку дети непоседливые, есть опасность натяжения этого лоскута, перегиба. Мы накладываем гипсовую повязку, и с мобилизацией ребенок три недели находится дома, потом поступает к нам на второй этап. Второй этап заключается в том, что мы просто отсекаем лоскут от основания, вот перед вторым этапом, и палец приобретает полноценные мягкие ткани. Еще один клинический пример. Ушибленная рана второго пальца с дефектами тканей. Выстоит кость, утрачена ногтевая пластина, и выполнена перекрестная пластика с формированием лоскута из соседнего пальчика. И вот еще один пример. Это место выделения лоскута расщепленного. Это дефект ногтевой фаланги третьего пальца. И лоскут взят с четвертого пальца. И отдаленный результат через шесть месяцев. Вот прижившийся лоскут. Обычно бывают сложности с устранением дефекта на первом пальце, потому что этот палец в оппозиции, и немного сложно бывает расположить лоскут так, чтобы он закрыл с собой дефект. Ну, в таком случае можно использовать лоскут с ладонной поверхности кисти. Вот большой лоскут на широком основании. И дефект донорской зоны укрыт также расщепленной кожей из области лучезапясного сустава. И вот это вот результат через полгода. Это прижившийся лоскут и дефект донорской зоны. Довольно простая пластика, так называемая V-Wi-пластика. Мы ее используем при небольших по размерам дефекта. При этом не используется лоскут из отдаленного участка, а выкраивается, делается V-образный разрез на ладонной поверхности фаланги. И отприправав кожу от основания, она смещается в область ногтевой пластины, укрывая собой дефект. Довольно простая и быстрая пластика. При небольших дефектах ее можно использовать. Вот таким вот образом выглядит лоскут после устранения дефекта. И это после снятия швов. Вот V-Loskut. Это очень хорошая пластика, она занимает 15-20 минут. При тяжелых повреждениях, когда затронуты глубокие структуры или большой дефект, и нет возможности устранить такой дефект лоскутом соседнего пальца, приходится прибегать к отдаленным лоскутам. В данном случае дефект от ногтевой фаланги и практически до пясно-фалангового сустава. В таком случае мы используем кожу с передней брюшной стенки. Здесь выкроен лоскут и к лоскуту подшит поврежденный палец. И в таком положении ребенок ходит три недели. Потом мы отсекаем лоскут от основания. И вот это вот после снятия швов полностью укрыт лоскут. В ряде случаев такие лоскуты требуют коррекции, контурной пластики. В данном случае мальчик 13 лет, он отказался, его внешний вид пальца устраивает. Бывают затруднения при взрывных ранениях, потому что это всегда инфицированные, тяжелые повреждения и, как правило, дефекты на нескольких пальцах. Вот здесь петарда, взрыв петарды, дефект на первом пальце, рана второго пальца, дефект на третьем, четвертом пальце, выстоит ногтевой фаланги. Это после очищения ран на седьмые сутки после ранения. И вот здесь использована комбинированная пластика. Первый палец укрыт лоскутом с ладонной поверхности, а третий, четвертый – к коже живота. Вот таким вот образом. Это лоскуты сразу после отсечения от места прикрепления. И это вид кисти через полгода. Все дефекты укрыты. Ну, этот мальчик тоже отказался от контурной пластики, сказал, что его внешний вид устраивает. Довольно большая тема – повреждение сухожилий. Напомню только, что на пальцах у нас, на трехфаланговых пальцах, то есть со второго по пятое, сухожилия глубокого сгибателя. Вот оно идет и крепится к основанию ногтевой фаланги. И сухожилия поверхностного сгибателя, который крепится у основания средней фаланги. Как правило, клиника очень яркая. Это отсутствие сгибания пальца. Как говорят профессионалы, пальчик висит. Вот здесь вы видите второй палец, резаная рана у основания пальца. Все пальцы находятся в среднефизиологическом положении, то есть подсогнуты. Второй пальчик, он провисает. Это пятый пальчик, большая резаная рана. Тоже все пальчики находятся в сгибании, кроме пятого. Еще один пример. Длинная косая рана и отсутствие сгибания второго пальца. Компрессионная проба, когда мы сжимаем своей рукой предплечье ребенка, все пальцы при этом сгибаются, а поврежденный палец продолжает висеть. И вот концы сухожилия на операции хорошо видны. И после операции опять компрессионная проба, и пальчик согнулся. Здесь провисший четвертый, пятый палец. Сейчас я обращаю на это внимание, потому что сам шов, первичный шов сухожилия, не представляет, как правило, технической сложности. А вот диагностика иногда вызывает проблемы. И иногда пропускают повреждения сухожилия, ушивая просто кожу под кожную клетчатку, оставляя поврежденное сухожилие невосстановленным. Вот как в данном случае застарелое повреждение сухожилия, небольшая ранка на кисти, ладонная поверхность, ранка зажила, а палец остался висеть. И родители обратились в связи с тем, что ребенок не функционирует вторым пальцем. Вот сжали мы предплечье, опять все пальчики согнулись, а второй палец продолжает быть разогнутым. Здесь пятый пальчик, повреждение. Второй палец тоже застарелое повреждение, резаная рана несколько месяцев назад. И вот в таком состоянии пальчик поступил. Все пальцы сжимаются, кроме ногтевой фаланги. Второго пальца. Значит, есть повреждение сухожилия глубокого сгибателя второго пальца. И вот на операции виден хорошо диастаз между концами. Ну, практически это 2 сантиметра длина средней фаланги. Вот на операции какой значительный диастаз. Сами швы сухожилия за много лет не претерпели изменений. Они классические. Все они направлены на то, чтобы они были внутриствольными, не нарушали экскурсии сухожилия. Сейчас хороший шовный материал. Кроме того, приветствуются швы цуги, когда используется специальная нить. Но они требуют некоторого технического обеспечения, потому что для этого нужна нить с петлей. И, кроме того, необходимо помнить о повреждении других тонких анатомических структур. Вот, например, застарелые повреждения срединного нерва. По месту жительства выполнена первичная хирургическая обработка раны предплечья. Но у ребенка сохранялись неврологические нарушения, в связи с чем он и обратился. На ревизии раны обнаружено, конечно, повреждение застарелое срединного нерва. Поэтому такие анатомически важные области, где близко к поверхности подходят крупные нервы, они требуют особого внимания, потому что важно не пропустить повреждения этих нервов. И здесь выполнен эпиневральный нерв. Спасибо за внимание. Это все, что я хотел вам сказать.